И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен открытию долгожданных ультра-контейнеров на нашем бездонат-аккаунте. Как вы знаете, в одном из предыдущих видеороликов мы открыли на бездонате обычные контейнеры. Я поставил цель, что если у нас наберется 200 лайков, мы сразу же приступим к открытию ультра-контейнеров и скин-контов. Но двухсоточка, к сожалению, у нас не набралась. Набралась довольно-таки хорошая, солидненькая цифра в виде 180 лайкозавров. Поэтому сегодня вместе с вами мы откроем исключительно ультра-контейнеры, а скин-контейнеры на бездонат-аккаунте оставим пока что. Быть может, на этом видосе мы наберем двухсоточку по каждой соточке за каждый скин-контейнер. И уже в следующем видосе откроем их. Ну а сегодня у нас будет открытие непосредственно ультра-контов. У меня есть пачки ультра-контейнеров старых по 35-20 и есть еще 9 ультра-контейнеров, которые я заработал с ластовых супермиссий. В теории у нас есть неплохие шансы попытаться выбить Скорпиона. Не знаю, есть ли, конечно, возможность у меня такая опция поднять прям-таки его, но в теории данные шансы сохраняются, потому что у меня есть 9 ультра-контов, с которых падает Скорпион. Есть 20-ка старых ультра-контов, с которых также Скорпион можно выбить. Начнем мы открывать, я думаю, что с 35-ки старых. Потом перейдем к 20-ке вот этой и потом перейдем к 9-ке. Так как у нас ультра-контейнеры теперь открываются по 15 сразу, я думаю, что это будет довольно быстрое открытие и ничего здесь долгого не будет. Если упадет хотя бы одно хорошее контентовое свечение, я в принципе уже буду рад этому моменту. Кристаллы также на этом аккаунте нужны, потому что на постоянной основе у меня сейчас на бездонате прокачиваются вооружения. Уже Жига с Фризом через 2 дня будет на 17-м шаге, плюс прокачивается ловкач уже на 19-й. Ну и я потихонечку качаю также резисты, резисты от Вулкана, от Грома и от Рикошетика. Все остальные резы у меня, которые куплены МК-7, уже есть пулловые. Ну и после того, как мы это прокачаем, я думаю, что уже можно будет приступать к следующим прокачкам на нашем бездонат аккаунте. Ну, хотелось бы, конечно, в ближайшее время сначала пуллов качать делать и докачать Жигу с Фризом. Ну, а потом уже будем смотреть, что делать, потому что там уже новые устройства у нас появились, у нас уже на шафта есть устройства с лечением. Ну, короче, там уже будет видно. Так что давайте приступать к открытию. Если вам открытие контейнеров нравится, хотите их видеть чаще, то обязательно пишите по этому поводу в комментариях. Ну и поддерживайте, конечно же, видеоролик лайк. Открываем пятнашку, полетели, смотрим, что нам будет бэмсить. Одной тысячи кристаллов нету, это уже не может не радовать. По трешечке пусть накидывает, только так, главное, чтобы не супер-супер много. По трешечке бэмсит, бэмсит. Так, дэдэшечки. Было бы неплохо сейчас бы, конечно, сразу перейти на какие-то интересные свечения. Чтобы у нас эти свечения прекратились, но я так понимаю, что сейчас еще зеленых нормально буцкает, да? У меня с первых пятнашек в последнее время неплохо сыпет. Может быть с этой тоже сыпанет? Это последний конт. Да, это последний конт, фиолетовая, 25 тысяч кристаллов. Ну такое себе, такое себе, такое себе. Не очень, не очень, честно говоря. Белого свечения со второй пятнашки у нас тоже нету. У меня, знаете, что есть еще теория какая? У меня есть теория, что когда эти контейнеры состариваются, с них дроп начинает хуже падать. Хотя, мне как бы и кризис на бездонате, вернее не на бездонате, а на темпе армии тоже падал со старинных контейнеров. Но, не знаю, что в последнее время со старых контов как-то особо не прет. Ну и в целом, с ультраконтейнеров не прям сказать, что суперконтентовый дроп какой-то выпадает. Так, ну и походу фиолет, да? Да, у нас 100% с пятнашки один фиолет должен быть. И это краска клубника. Ну, такой себе, такой себе, на паладин еще. Имуночка так, и осталась пятерка контов. Смотрим, что у нас в пятерке. В очередной раз белого у нас нема. Так, и поджог. И что там? Блин, ну фиолет, ну на фиолете заканчивается, это, конечно, супер грустно. Это супер-супер-супер грустно. Ну, ладно, как есть, так есть. Ничего такого сверхъестественного нам пока что не дало. И я даже, ну, потихонечку начинаю уходить в тиль. Но у нас еще есть 29 контейнеров. Быть может, у них нам что-то да бэм санет. Бэм санет, бэм санет, бэм санет. Так, 4, 5. Давай уже переходик может какой-нибудь интересный. Интересный переход на хорошее свечение. И, и, бэм. Ну, е-мое, ну это ужас просто. Ну, когда супер много вот так вот зеленых падает, то шансов на хорошее свечение просто не остается. То вот просто у тебя заканчивается на фиолетовом ядовитом, и все. Габельная, габельная, что я могу сказать. Так, пятерочка, еще одна контентовая. Смотрим на еще одну контентовую пятерочку, пятерочку. И это сейчас, только не говорите, что фиолет. Ну, ёпцик-мопцик, это ужас. Просто на этих фиолетах. Ну, и осталась ластовая девятка. Все шансы на нее делаем. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. 9 контентовых. Белого свечения нет. Быть может, даст. Контент. Контентик. Контентичек. Есть шансик на контентичек, когда переход на синий ранний. Ну, нет, ну, только не столько синих. Ну, куда? Куда ты бэмсаешь их столько, Валерчик? Да. Вестник смерти на рельсу. Ептить. С четвертого конта перешло уже на синее. Я уже поверил в чудо. И то, что у нас сейчас бэмсанется какой-то... Может, скорпиончик, там еще что-то. Но, к сожалению, глубочайшему такого контента нету. 43 уже обычных конта я в очередной раз накопил. Ну, и 2 скин-контейнера мы оставим на следующее открытие. Если у нас данный видеоролик наберет 200 лайкозавров. Но я, в теории, эти шансы оставляю. И если вы хотите увидеть это открытие в ближайшее время, то обязательно поддерживайте данный видос лайком. Как-то так, друзья. По кристаллам плюсануло где-то около сотки, наверное. Ну, и так, конечно, при предметах супер тухлых, если честно, надропало. Я думал, что будут шансы какие-то поинтереснее, получше, пожестче. Но по итогу мы ничего сверх жесткого и интересного, к сожалению, не увидели. Пишите, что вам падает с ультра-контейнеров. Возможно, вам дропнул какой-то супер-бомбический дроп в последнее время. И вы поделитесь им в комментариях к этому видеоролику. Если вам так же не падает, как мне, то тоже пишите комментарии. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, и так же не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте Кемо. Личный тег это тег TeamPay. И у нас уже стартовал новый розыгрыш по тегу. Поэтому чекайте описание и участвуйте в новом тоже розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.